Книга «Открытым оком», тема «Святая Библия», 24 том, вопрос 3572. Сторонники славянской Библии упирают на то, что мы только ей можем доверять, потому что переводили ее святые, канонизированные церковью Кирилл и Мефодий, а эти переводчики Библии на современный русский язык не канонизировали. И кто их знает вообще? Что можно возразить на эти доводы? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Кирилл и Мефодий, греки, и для них славянский язык был неродным. Да и не конкретный, существовавший в то время язык переводили они, а как бы на тогдашний общеславянский экспиранта, придуманный ими. Итого перевода нигде нет ныне. А то, что им приписывают, это уже многократно продемонстрированный, выпрямленный до неузнаваемости в сравнении с оригиналом. Знания сих греков были ограничены искусственным изучением языка. А вот на русский язык переводили те, кто имел громадную ученость и знания разных языков, и тем более своего родного русского. Один из них протерей Герасим Павский. Он и без всякой канонизации выше многих канонизированных зашелых затворников и того же Иоанна Кронштадтского, который его переводом пользовался. Я уж и не говорю о тех, кто враждебен к русскому переводу. Это враги света и друзья тьмы, на ком лежит ответственность и за расколы, и за революции, и за нынешние бедла, и за уничтожение русской нации. За Герасима благодарят Бога сотни миллионов людей, даже не называя его имени. Тем выше его награды, чем больше число людей обрели по его трудам спасения во Иисусе Христе. Кавычки открыты. Самую активную роль в работе комитета играл протерей Герасим Петрович Павский. 1887 года рождения. Умер в 1863 году. Было ему 76 лет. Ставший фактически главным редактором всех выполняемых переводов. Смотрите книгу «Открытым оком. Том 16. Вопрос 3087». Имя протерея Герасима Петровича Павского можно уверенно поставить среди самых выдающихся представителей как церковной, так и светской учености первой половины XIX столетия. Весь его послужной список свидетельствует о нем, как о человеке неординарных дарований. Он был первым в разрядном списке выпускников первого набора Санкт-Петербургской Духовной Академии. В 1809 по 1914 годах. Звание магистра получил за курсовое сочинение на тему «Обозрение книги псалмов. Опыт археологический, филологический и германистический», который нужно признать первым отечественным опытом библейского критического исследования. Профессор Академии по классу еврейского языка, доктор богословия и основатель школы русской гибраистики. Профессор Санкт-Петербургского университета по кафедре богословия. Один из директоров Российского библейского общества. Член переводного комитета, переводчик и редактор русского перевода Библии. Законоучитель. Наследника престола, будущего императора Александра II. Действительный член Императорской Академии Наук. Лауреат научных премий и кавалер ряда орденов Российской империи. Столь блестящая карьера не обошлась, однако, без своей ложки дегтя. В 47 лет, в расцвете творческих сил, в результате интриг, отец Герасим был вынужден оставить все свои посты и должности, полностью отойти от общественной деятельности. И уже к концу жизни протерей Геннадий Павский был принят в действительные члены Академии Наук за поистине уникальный по составу и приложению сил четырехтомный труд. Кавычки открыты. Филологические наблюдения над составом русского языка. Кавычки закрыты. В результате его многолетнего затворничества покоя здесь ему принадлежит заслуга первого научного описания категории вида русского глагола, бывшего камнем преткновения для всей предшествующей грамматической мысли, начиная от Ломоносова. По словам Белинского, он один стоил целой Академии Наук. Особой заслугой отца Герасима нужно признать его деятельность по переводу священного писания на русский язык. Среди изданных библейских общества переводов непосредственно ему принадлежал перевод Евангелия от Матфея и Псалтирия. После возведения Филарета Дроздова в 1817 год в святительский сан и удаления на кафедру в 1819 года Павский становится основным редактором перевода. Его роль в осуществлении перевода в Ветхозаветной части Библии нужно признать ведущей. В своих воспоминаниях он назывался о себе как о переводчике всех осуществленных в рамках проекта Российского библейского общества переводов Ветхого Завета. Это высказывание, по всей видимости, нужно рассматривать в связи с его значительным объемом вносимых им редакторских коллектур, что позволило Павскому заявить о себе как о переводчике. Переводческая работа Патрея Павского над текстом Священного Писания не ограничивалась участием в проекте Российского библейского общества и не закончилась с его прикрытием. Перевод был неизменной частью его учебных занятий со студентами по классу еврейских языка и домашних проработок. Учебный, можно сказать, рабочий характер этих переводов очевиден. Они включали исторический, экзогетический комментарий и могли предполагать свое особое построение текста. С этими переводами Павского было связано и отдельное синодальное расследование, которое наглядно демонстрирует официальную позицию того времени в отношении русских переводов. События разворачивались следующим порядком. В 1841 годах на имя трех митрополитов – Санкт-Петербургского Серафима Глаголевского, Московского Филарета Дроздова и Киевского Филарета Амфитеатрова – поступил анонимный донос о хождении в среди студенчества духовных академий, а также священства литографированных экземпляров русского перевода, учительных и пророческих книг Ветхого Завета. Автор доноса достоверно не это известно, что им был иеремонах Агафангел Соловьев. Тогда был бакалавр Московской Духовной Академии. Радея о русском переводе «Слово Божие», тем не менее, резко и отрицательно отзазвался о литографированных вариантах перевода как богохульных, как искажающих смысл и чей пророков. А о переводе имя не называлось, хотя нет сомнений, что автору доноса оно было хорошо известно, как о новом Маркионе. Киевский митрополит Филарет, в это время уже противник русского перевода, известил о доносе оберпрокурора Священного Синода графа Протасова, 1836 по 1855 год. Так было положено начало синодальному разбирательству о всем нечестивом творении. Святой Синод назначает ряд следственных комиссий по ведению данного дела. Первую такую комиссию возглавили Филарет Московский и Филарет Киевский. Результаты расследования быстро показали, что переводчиком был Павский, учебные переводы которого по классу еврейского языка способом литографии размножили студенты 13, 1535 года, 1539 и 14 курсов Санкт-Петербургской Духовной Академии. Литографии получили достаточно широкое распространение и за пределами столицы, и дойдя до Московской Академии. Интерес к ним был большой, и безусловно, выходящий за прагматические рамки учебных задач, он очевидно свидетельствует о живой потребности Слова Божьего, жажде прикоснуться к источнику откровения на понятном и на родном языке. Варианты перевода оказались на руках не только у студенчества, но и у духовенства, и даже у некоторых архиереев. Примечательно, что Павского не стали обвинять по самому факту перевода. Действительно, прямого официального запрета на русский перевод после закрытия русского библейского общества не последовало. Скорее пытались замалчивать саму тему перевода. Основные обвинения, предъявленные Павскому, основывались на его кратких комментариях и на нетрадиционной компоновке текста, опиравшихся на вывод современной ему западной библеистики. Вину вменили отход от церковной традиции в понимании основных пророчеств Ветхого Завета, искажение основных христианских истин, посягательство на церковной традиции и устои. Три раза письменно были сняты показания Павского. Формальными объяснениями не ограничились, ловили на слове. Пришлось сознаться в заблуждениях, каяться и отрекаться. Подробно были прослежены пути каждой литографии, перевода и выяснены имена владельцев. Практически все они были изъяты и за исключением единичных экземпляров, повсупивших на хранение в сенот, уничтожены. Однако комиссия сменяла другую. Дело завершилось только в 1844 году келейным испытанием искренности раскаяния протерея Павского, которое исполнил епископ Полтавский Гедеон Вишневский. Павского оставили в покое и на покое, хотя разбирательство могло угрозить ему самыми серьезными последствиями, именно ссылкой в монастырь. В состав литографированного перевода протерея Геннадия Павского входили следующие библейские книги Иова, Притчи Соломоновых, Екклезиаста, Песнь Песней, Исаия, Иеремия, Иезекииля, Даниила, 12 малых пророков. Перевод был сделан строго с еврейского масорецкого текста. В данном случае последовательно переведена позиция Павского о переводе Ветхозаветных книг. Он был решительным сторонником чистого перевода с еврейского текста. Концепция перевода русского библейского общества была несколько иной. Она исходила из осторожной позиции святителя Филарета Дроздова, стремившегося сгладить неизбежные при обращении к еврейскому тексту разрыв русского перевода со славянской библией. Уже при издании Псалтарии в связи с этими разногласиями возникла конфликтная ситуация, когда Павский в обход переводного комитета пытался исправить ряд мест отредактированного комитетом русского перевода в сторону соответствия оригинальному еврейскому тексту. Для него текстовая эклектика в переводе была принципиально неприемлема. «Это не то, не сё», – высказывался Павский, – «ни еврейская, ни греческая библия». Но если при работе в российском библейском обществе Павский был вынужден следовать официальной позиции, в своих домашних и в учебных переводах он полностью оставался верим своим убеждениям. Труд Павского стал первым опытом большой и длительной работы над русской библией, и не умаляя роли других деятелей на этой ниве, нужно признать его уникальность. При отсутствии устанавливающейся терминологии более или менее твердых принципов перевода осуществить практически в одиночку и почти в полном объеме перевод Ветхого Завета. Остается только присоединиться к высокой оценке, которую дает работе Павского А.И.А. Чистович. Кавычки открыты. «Это был первый опыт перевода священных книг Ветхого Завета на русский язык, сделанный ученым, владевшим перевосходной степени знанием еврейского и русских языков. Ни до него, ни после него не было ученого-профессора так счастлива и в такой мере соединившегося знания еврейского языка со знанием языка отечественного». Последующие переводчики так или иначе опирались на его труд, и мы не знаем, чтобы кто-нибудь из них отказал ему в существенных достоинствах. Деяние 13.22. «Нашел я мужа по сердцу моему, который исполнил все хотения мои». Первый Фессалоникийцам 1.8. «Ибо от нас пронеслось слово Господне, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Стихотворение «Отколи умная бредешь ты голова, лисица встретится с ослом, его спросила, сейчас лишь от-то льва, но кумушку куда его девалась сила. Бывало зрячит, так стонет лес кругом, и я без памяти бегом, куда глаза глядят от этого урода, а ныне в старости и дряхлый хил совсем без сил валяется в пещере, как колода. Поверишь ли в зверях, пропал к нему весь прежний страх, и поплатился он старинными долгами, кто мимо льва не шел, всяк вымещал ему по-своему, кто зубом, кто рогами. Но ты коснуться льву, но ты коснуться льву, конечно, не дерзнул. Лиса осла перерывает, вот, на, осел ей отвечает, а мне чего робеть, а я его легну, пускай ослиные копыта знает. Так души низкие, будь знатен, силен ты, не смеют на тебя поднять они и взгляды, но упади лишь с высоты, о первых жди, от них обиды, от первых жди, от них обиды и досады. Крылов, 1821 год.